Привет всем, вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 30 октября. Поехали. Сильнейший шторм вызвал наводнение в Испании. Сильные дожди, ставшие причиной наводнения, привели к чрезвычайной ситуации в испанских районах Валенсии и Альбасете, где из-за разлива рек и потоков воды пропали без вести три человека. Агентство государственной метеорологии Испании повысило уровень опасности в регионе до Красного. В Валенсии и ее окрестностях шторм Дана вызвал разлив реки Магра, затопивший часть города и унесший с собой автомобили и контейнеры. В Альбасете разлившиеся воды изолировали 30 человек в Литуре. Спасатели также эвакуируют людей с затопленных территорий в соседних городах. В нескольких районах нарушено транспортное сообщение, закрыты около 40 дорог в Валенсии, а движение поездов между Мадридом и Валенсией приостановлено из-за скопившейся воды. Служба спасения Валенсии зарегистрировала уже более 500 происшествий. Уровень паводка местами превышает 2 метра. Ситуация довольно критическая. Проливные дожди вызвали наводнения в еще одной испанской провинции Малага. В Алоре и Писаре во вторник утром были затоплены десятки домов и школ. Потоки воды унесли несколько припаркованных автомобилей. Наводнения были вызваны выпадением около 100 мм осадков в верхней части реки Гуадальерсе. Наиболее серьезно пострадали низменные районы в муниципалите Талора, где были затруднены аварийно-спасательные работы. Некоторые жители были отрезаны от мира наводнениями в своих домах. Пострадал от потопа также соседний район Писара, где паводковые воды подтопили многочисленные здания, школы, морг и ратушу. Местные власти реагируют на чрезвычайные ситуации и оценивают ущерб. Миллионы маленьких черных пауков покрыли ландшафт полей Эмилии и Романии завесой паутины, особенно на равнинах Среднего и Нижнего Реджа, Эмилии, Парма и Модена. Сельская местность кажется окутанной призрачными белыми простынями, почти как декорации на Хэллоуин. Это любопытное явление, которое взорвало соцсети в Италии, поражает своими масштабами. По мнению многих, оно никогда не наблюдалось в этом регионе, да еще и в таких масштабах. Жители активно делятся фото и видео. Местные жители испанской провинции Валенсия столкнулись с мощным торнадо. Он прошел довольно широкой полосой между городами Карлетт и Алджинит, разрушая промышленные зоны и дома. Смерч нанес многочисленные разрушения в этом районе. Непогода в Валенсии привела не только к многочисленным наводнениям и разливам, но и к сильным ветрам. Торнадо выбил окна, обрушил фасады многоквартирных домов, повалил деревья в парках. Пострадали и крыши складов, которые упали на припаркованные рядом транспортные средства. Торнадо также стал причиной обрушения некоторых столбов линий электропередачи, в результате чего часть двух городов осталась без электричества. Чрезвычайная ситуация, при которой власти просят население не выходить из дома без необходимости. Лесной пожар в турецкой провинции Денизли продолжает охватывать все большие площади, несмотря на усиленные меры противопожарных служб. На данный момент борьбу с огненной стихией ведут семь вертолетов, сотни лесников, а также машины и сотрудники муниципальной пожарной службы. Тушение осложняется суровыми условиями, пламя распространяется по крутым горным склонам, где сила ветра значительно ускоряет распространение огня и затрудняет эффективную работу пожарных. Из-за особенности рельефа наземные подразделения не могут оказать полноценное воздействие, что заставляет усилить акцент на воздушную поддержку. Лесные массивы в зоне бедствия подвергаются значительным разрушениям, а высокая плотность растительности способствует быстрому возгоранию. В регионе Могальянец, Чили, неожиданно разразилась мощная стихия, принесшая с собой разрушительный ветер, который буквально ошеломил местных жителей и туристов. В эпицентре шторма оказался пассажирский автобус, возвращавшийся из популярного туристического места. Ветер был настолько силен, что разбил стекла автобуса, вынуждая находившихся внутри людей спасаться от летящих осколков. Несмотря на возникшую опасность, обошлось без пострадавших, пассажиры отделались испугом. Мощный порыв пришел внезапно, и очевидцы были поражены силой ветра, который буквально гнул деревья, обрывал ветки и срывал крыши. Город Баракуа, один из самых живописных городов Кубы, оказался затопленным из-за проливных дождей, которые обрушились на муниципалитет Гуантанамо с раннего утра. Из-за продолжительного и мощного ливня уровень воды в реке Меэль резко поднялся, что привело к ее разливу и затоплению ряда районов города. Разлив реки стал серьезной угрозой для горожан, поскольку уровень воды в некоторых местах достиг критических отметок, а скорость потока не позволяла людям безопасно перемещаться. Некоторые районы города, особенно расположенные ближе к руслу реки, подверглись наибольшему риску. На улицах города – хаос, затопленные дороги, поврежденная инфраструктура, прерванное электроснабжение. В городе Аене в провинции Альберта неожиданно обрушился снегопад, который привел к значительным сложностям для жителей и транспортных служб. С самого утра город оказался покрыт слоем снега, что, несмотря на свою красоту, принесло и немало хлопот. Дороги и тротуары стали скользкими, и многие водители, еще не успевшие переобуть автомобили в зимнюю резину, оказались не готовы к новым условиям. Низкая видимость из-за плотных снежных осадков также затруднила движение и увеличила риск аварий на дорогах. Из-за интенсивности осадков и резкого понижения температуры, гололед и снежные накаты продолжают оставаться проблемой. Причина катастрофического наводнения в Испании – циклон Дана. Он практически завис на одном месте из-за блокирующего антициклона во Франции и Англии, что привело к мощным стационарным грозам в восточных регионах Малага и Валенсия. В валенсийском городе Чива на данный момент за 24 часа выпало 445 мм осадков при максимальной интенсивности 343 мм за 4 часа. При этом в регионе сохраняется сильный порывистый ветер до 28 м в секунду. Власти объявили наивысший уровень опасности из-за сильных осадков, выпавших на регион, при этом дожди еще продолжаются, как и широкомасштабные наводнения в Испании. На северо-востоке Бразилии, в штате Пиауи, местные жители наблюдали такое явление, как огненная радуга или радужное облако. По словам очевидцев, событие длилось около получаса. Для того, чтобы радужные облака сформировались, требуется сразу целый набор условий. Солнце должно быть под углом 58 градусов. На небе должны присутствовать перистые облака. Тропический циклон Кангрей усилился до мощного урагана четвертой категории опасности. Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигает 233 км в час или 65 метров в секунду. Кангрей движется в северо-западном направлении и 31 октября обрушится на остров Тайвань. Сильные штормы сеют хаос в Лимпопо. Ураганный ветер, сопровождавшийся сильным дождем и градом, нанес значительный ущерб имуществу, включая школы, после гроз, обрушившихся на регион вечером 29 октября. Непогода повредила более 30 школ в Бушбакридже, в Мпумаланге и 200 домов в Лимпопо. Четыре человека погибли, более 40 человек получили ранения различной степени тяжести. Шторм нанес значительный ущерб домам и жизненно важной инфраструктуре, что привело к массовым отключением электроэнергии. На марокканский город Ифран, расположенный на высоте около 1600 метров, обрушился снегопад. Этот погодный катаклизм оказался серьезным испытанием для местных жителей и инфраструктуры, абсолютно не подготовленных к столь резкому изменению климата. Снег покрывал улицы, здания, сельские дороги и подъезды к городу плотным слоем, который местами парализовал движение транспорта. Обильные осадки привели к сбоям в электроснабжении и отключению воды в нескольких районах. Автомобили, особенно не оснащенные зимними шинами, застревали на дорогах и создавали пробки на въездах и выездах из Ифрана. На вершине Мауна Кеа на острове Гавайи архипелага Гавайские острова выпал ранний снег. Туристическая информационная станция Мауна Кеа сообщила о первых сугробах высотой до 15 сантиметров, а также поделилась снимками заснеженной вулканической горы. Из-за гололеда и опасных условий вождения, подъездная дорога к вершине была закрыта. Бюро прогнозов Национальной метеорологической службы в Гонолулу сообщило о выпадении до 15 сантиметров снега на вершинах Мауна Кеа и Мауна Лоа. Снежные осадки продолжаются. Неугомонный вулкан Папакатипетль снова произвел серию извержений. Они сопровождают выбросом огромного количества пепла, раскаленных пироматериалов и густого дыма, который поднимался в небо. Облака пепла достигали высоты более 5 километров, а ветер разносил его на десятки километров вокруг. Папакатипетль находится в стадии высокой активности последние несколько месяцев. Было зафиксировано повышенное сейсмическое движение, свидетельствующее о непрерывном подъеме магмы к поверхности. Ну и по традиции, минутка позитива на канале. Гигантские кувшинки Амазонии – это поразительные растения, способные впечатлить своим необычным размером и красотой. Они словно природные чудеса, украшающие водоемы тропических лесов Южной Америки. Эти кувшинки, диаметром до 3 метров, похожи на огромные зеленые тарелки, которые могут выдержать вес маленького ребенка. Эти уникальные растения не только украшают природу, но и играют важную роль в экосистеме Амазонии, создавая среду для жизни множества водных организмов. За последние сутки, на Земле, произошло 135 землетрясений, с магнитудой равной 2 или более. Землетрясения с магнитудой равной 4 или более, произошли в 27 странах. В каких именно, вы можете посмотреть на своих экранах. Спасибо за просмотр выпуска и за внимание. Спасибо за вашу поддержку и активность. До завтра.